Имерсивы это кладезь для спидраннера, серьезно. Там весь мир сплошь механики, поэтому куда ни плюнь, везде потенциальный скип. Mankind Divided не исключение. Из-за того, как здесь работают системы, мы можем пройти одну миссию даже до нее не добравшись, пропустить другую даже ее не проходя, и разобраться с финальным боссом даже не встретившись. В сегодняшнем спидране вас ждут французская краткость, чеховская урна и пацифистский подход, ведь для полного прохождения нам достаточно совершить всего одно убийство. И на кого же может обрушиться весь гнев Адама Дженсона? Из лица повод есть весомый, потому что нашим заклятым врагом в этом спидране станет лифт. Чуть ли не четверть всего прохождения займут покатушки на одном лифте, на другом, на поезде, вот еще что, не что иное, как горизонтальный лифт, поверьте мне, я в этом эксперт, я ролик делал. Так что раннеры вовсю ищут способы эти подъемники обойти, ну или по крайней мере использовать с умом, и вы увидите результаты их стараний уже совсем скоро. С вами спидран в деталях, остановок… не будет, ведь лифт-то технически двигается, да? Игра стартует на легкой сложности и на французском языке. Сходу собью вас с толку и скажу, что диалоги в игре пропускаемы, но французский нам все равно пригодится, правда немного позже. Сейчас же мы должны максимально быстро протыкать диалог, а для этого заучить те варианты ответа, что скорее приведут к концу диалога. Дальше будем продолжать в том же духе, но вот тут еще важно выбрать летальный стартовый пак. Тогда в комплекте с револьвером Дженсона на миссию снарядят осколочные. Десантировались в Дубай, наша цель вот этот груз, чтобы выполнить Дубай-глич. Можно ли туда вообще забраться? Спрашивайте, это и Мерсив Сим, и если кажется, что можно, значит можно. Удивительным образом правило будет работать весь спидран. Для этого расчехляем набор собери себе лестницу сам, куда входит мусорная корзина и строительный конус, почему-то не конусной формой. Этого достаточно, чтобы взобраться на уступ, а с уступа влезть на кран. Груз дойдет налево и пойдет направо. И тут происходит старая добрая форменная дичь. Коллизия у этого красавца настолько безумно безбашенная, что отправит героя ко звездам, хоть он об этом и не просил. Пока летим, тут и еще нюансик есть. Чем выше фпс, тем дальше полет. Впрочем, раннеры лочатся на 60, потому что при более высоких показателях можно узвездовать так, что не снится нам не рок от космодрома. Будьте аккуратнее. Применяем навык слепого паркура в затекстуре и вываливаемся в локацию. Триггер ее прогрузки мы пропустили, но приключаться не воспрещено. Более того, даже болванчики будут бродить на своих невидимых позициях, так что и нам лучше всего последовать примеру текстуры и уйти в инвиз, чтобы не потревожить чей-то чувствительный характер. После входа в следующую дверь локация уже принудительно дозагрузится. На пути встречается код, который не меняется от прохождения к прохождению. Ни один из них не меняется. Напрягаем свою память или держим перед глазами подсказки. Скипка от сцены и дальше вся прелесть и мёрсив симов. Наша задача спуститься вниз и не позволить вертолету с контрабандой смыться в освояси. Задача обозначена дальше варианты. Для начала их два. Лифт или система приземления Икарус. Затем еще три. Вытащить батарею, взорвать вертушку своими силами или же перебить всех врагов на локации, после чего начатая закончит группа зачистки. Есть даже и четвертый. Не успеть ничего сделать, и дать вертолету уйти. Неподходящий, впрочем, слишком много времени занимает. Так какой вариант из первых двух и вторых трех выберем? Ни один. Мы прямо с балкона расчехляем гранаты из летального стартового пака и закидываем вертолет всеми до последней. Дубай, всё. А теперь нас ждет огромная катсцена. Обычно катсцены пропускаются, но формально это геймплей на движке игры. Правда, никакого фактического геймплея здесь не предусмотрено. Так что для нас самое время пролить немного лирики. В общем, суть такова. Этот выпуск стал возможным благодаря всем тем, кто поддерживает нас на Boosty, потому что месяц назад мы открыли там голосование за тему спидранов и вы выбрали Mankind Divided. Boosty для нас это вынужденная мера, только благодаря ему мы сейчас имеем возможность оставаться на плаву и продолжать радовать вас новыми видосиками. Мы очень ценим вашу поддержку, но и с другой стороны не предлагаем делать это на абсолютно безвозмездной основе. Взамен мы придумали какие-то другие форматы, которые в ином виде просто бы не дошли до вас. Например, материал, который остается за кадром, хот-тейки по горячим релизам, даже подкасты. Или возможность время от времени выбрать игру для разбора полетов, хардмода и вот этой вот прям текущей рубрики. Поддержка начинается от символической суммы, а заканчивается там, где у нас аж треснет, а мы и рады будем. Нажмите на ссылочку под этим роликом и пролонгируйте жизнь с топ-гейма. Ну а мы возвращаемся назад? Нет, блядь, катсцена все еще не закончилась, но больше интеграции мне совесть не санкционирует, так что давайте просто сделаем магию монтажа. Хоба! И все, мы в домике, предположительно у себя. Нам надо наружу и открываем. Уж была выходную дверь, но это лишь трюк. Так мы триггерим дальнейшую цепочку квестов. Нас же интересует другой путь. Вот это вот симпатичное окно. Поднимите руку, кто даже не предполагал здесь запасной выход. Вот я ни разу, например. Бежим по улице обычным бегом, эта проблема временная, скоро наш стиль передвижения поменяется. Дальше дверь в закрытую зону, но она закрыта только для тех, кто видимый. Тем, кто в стелсе, закон не писан. Батарейка, впрочем, сядет и под дружный огонь бандитов проникаем в тайную комнату. Еще один диалог, который нельзя скипнуть, потому что он имеет место прямо в меню и работает по другим правилам. Это обучение имплантам и здесь нет кнопки пропустить. Тут-то нам и пригодится французский язык, потому что в этой версии болтовня закончится чуточку раньше. В какой-то момент вам предложат активировать и деактивировать по одному апгрейду. Выбираем любой, так или иначе обнулитесь сразу после. И перекачайтесь заново, как только колер заткнется. Ситап такой. Одна порция дэша, эта база будем применять постоянно. Одна порция кибернок, увеличим выносливость и силу. И три порции батарейки, чтобы дольше пользоваться аугментациями. На выход. Отныне и до конца раны мы будем передвигаться рывками, и для этого используем сейфлоуд. Ответ потребует некоторого объяснения. Дело в том, что с каждым последующим дэшем у Адама будет отниматься все больше и больше энергии. И это полбеды. Максимальное количество энергии тоже будет отниматься после каждого рывка, и восстановиться можно только если съесть клеточную батарейку. Или если сделать сейфлоуд. Да, перезагрузка откатит не только цену одного рывка, но и максимальное количество энергии. Сохраняясь загружаясь, вы можете дэшиться бесконечно и не испытывать никаких проблем. Ну, кроме одной. Загрузка длится несколько секунд. Кажется почти абсурдным, что поставив на чашу весов постоянные дэши с постоянными загрузками. И простой бег без дэша и загрузок, спидранер может выбрать первое. Ну типа представьте, сколько суммарно займут эти подзагрузки на полчаса прохождения. И вот тут на помощь приходят первоначальные условия. Так уж вышло, что загрузки действительно занимают внушительную часть спидрана, даже если не брать в расчет сейфлоуд. Переходы с локации на локацию влетают раннером в копеечку в пересчет на единицы времени. Поэтому со старта сообщество договорилось не учитывать время на загрузку, ведь итоговая цифра не давала настоящего понимания результата спидранера. Так как много времени уходит на простое бездействие с полоской загрузки. Плюс у каждого машина разной мощности, и это время очень сильно отличается от спидранера к спидранеру. В итоге смекалистые бегуны решили использовать неподотчетное время загрузки на перезарядку рывка, и умозрительные весы моментально перекосило. Как говорится, и рыбку съесть, и рывок есть. Додешили до метро, а диалог еще идет, а пока диалог идет, фаст тревел заблокирован. Слава богу, мы играем на французском. И здесь уже обязательная загрузка, пусть и стилевая. Появились, следуем рабочей тактике. Четыре дэши сейфлоуд. Четыре дэши сейфлоуд. Понимаю негодование тех, кто бережет корни русского языка, но рывок сохранения загрузка звучит слишком громоздко, чтобы повторять их кучу раз за ролик. Важно еще вот что. На поворотах и в тесных пространствах дэши зачастую не используются. По одной простой причине. Врежешься, потеряешь драгоценные мгновения, а суммарно за забег может нормально так накрутиться. Действуем осторожно. Идем к себе на базу и вот злополучный комбо-брейкер. Лифт. Технически уже второй за прохождение, но первый мы смело проигнорили, а вот этот уже придется выждать целиком. Справедливости ради его тоже можно будет пропустить, но в будущем следите за развитием событий. На базе стряхнем пыль с паркурных аугментаций и с айгаком проскочим по столам. Офису плевать, у Дженсона это обычное дело. И забираемся в самое любимое место Адама. Снова кодовый замок и снова ввод по памяти, причем с такой скоростью, что интерфейс не поспевает за ловкостью рук. Устанавливаем чипы и к начальнику на ковер. В диалоге с Миллером снова быстро тычем зазубренные варианты и выбираемся из здания. Для этого, правда, ныряем в лифт и входим в режим ожидания. Здесь могла бы быть ваша интеграция. Dash safe load, Dash safe load и вот на входе в метро можно уже поберечь батарейку. Нас удерживает сюжетный диалог, опция фаст тревела откроется только по его завершению. Хвала французам за лаконичность. Еще одна пауза на метро, резко выбираем варианты в меню со смайли и отправляемся в закрытую зону. Там мы забиваем огромный аугментированный болт на разборке с охраной и просто у всех на виду под градом пуль воруем сюжет на важные улики. Поезд. Ничем не лучше лифта, но сильно реже встречается. Сразу на выходе сжрем клеточную батарейку, она у нас одна по умолчанию. И восстанавливает максимальное количество энергии. Тут стоит оговориться, что в отличии от первой части мы вообще ничего несюжетного здесь не лутаем по причине нет нужды. Тогда как в оригинале без расходников энергию не восстановишь, в Mankind Divided с этим прекрасно справляется сейфлоуды. Идем на базу, снова лифт. Нет, серьезно, там новых апдейтов не в какой-то массовой многопользовательской игре не появилось. Новых карт, героев, единиц боевой техники. Странно. Быстрый диалог раз, быстрый диалог два, быстрый диалог три и опять лифт. Слушайте, вы не находите это особо ироничным, что за последнее время это единственный спидран без интеграции. Залетаем в магазин, вбивая знакомый пароль, прокручиваем скоростной диалог, затем залетаем в ангар, вбивая знакомый пароль, прокручиваем скоростной диалог и летим в голем. За прохождение у нас там насыпалось праксисов, пора качаться и усиливаем дэш на максимум, теперь у нас будет заряженный рывок. Чутко прокачиваем инвиз, чтобы меньше жрал, погнали дальше. Вваливаемся в запретную зону, чтобы врезаться в быстро проскипываемый диалог, а потом выбираемся из этой зоны в инвизе, чтобы уже на выходе не подловили. Вертикальный голем сам нарывается на паркур и прямо с поверхности местного авангардного искусства новым заряженным дэшем влетаем в катсцену. Паркурим дальше и входим в… ну что ж, лифт он и в големе лифт. Но здесь есть возможность слэш необходимость подготовить заряженный рывок. Как только дверь откроется, совершаем прыг и вероломно дэшимся через воинствующих врагов. Чтобы потом опять вломиться в лифт, да что ж такое-то. Всё, с нас хватит, надо использовать его в своих целях. Делаем так. Хватаем ведро и поворачиваем дном к себе, запрыгиваем на уступ, зажимаем шаг влево и поворачиваем туда мышку, не отпуская ведро. Коллизия предмета выплевывает нас за текстуру и тут важен четкий тайминг. Если не отпустить ведро вовремя, нас может вернуть обратно. А если не отжать ходьбу, то можно перелететь в пропасть. Так что, надо попасть на маленькую такую конкретную балку за текстурами. Там выпрыгиваем на свежий воздух, используя вот здесь заряженный рывок. Судьба заведет нас на невидимую текстуру и вот по ней спокойно дэшимся, как уже привыкли. А сейчас тонкий момент. Задача раннера задеть триггер конца миссии в падении. Он там ювелирный, поэтому надо целить весьма аккуратно. Но если всё пройдёт хорошо, то вы пропустите гигантскую часть уровня вплоть до самого его финала. Добро пожаловать назад в Прагу. И первое, что мы делаем, это хватаем урну по пути. Назовём её чеховская урна, потому что сейчас она нам не понадобится, а правильно подумали, понадобится сильно потом. Но зафиксируем. Вламываемся в нужные апартаменты и утаскиваем с собой снайперскую винтовку. Это откроет нам путь к другому полезному трюку до самого конца спидрана. Следите за руками. Для начала сворачиваем в переулок, причём перепрыгивая забор задницей, так не включается паркурная анимация. А затем ставим ещё одну мусорку вот сюда. Нужно приладить её таким образом, чтобы она плотно прижимала нас к стене. И тут два момента. Во-первых, при прицеливании через снайперскую винтовку, наша коллизия слегка растягивается вперёд. Во-вторых, объект, поджимающий нашу жопку своей коллизией, выталкивает нас слегка за текстуру. Но не полностью. И так, чтобы прям оказаться по ту сторону. Однако достаточно, чтобы прицелиться заряженным дэшем на затекстурную поверхность и телепортироваться в никуда. Приём называется скоп дэшинг, и он максимально выручает нас при следующей встрече со знакомым лифтом на базе. Прокравшись за текстурами к подъёмнику, нажимаем кнопку вызова. Теперь мы падаем в непрогрузившуюся ещё локацию снизу, но она прогрузится. Как раз потому, что мы нажали на кнопку лифта. Я почему раньше на лифтах ездил? Потому что у меня снайперки не было. Скипаем диалоги и решаем незамысловатый пазл. Через кубы запрыгиваем на другие кубы, чтобы потрогать третьи кубы. Всё ещё более увлекательный опыт, чем Minecraft Legends, я считаю. Выходим из VR, выходим из офиса, снова на лифте, назад скоп дэшинг не провернёшь, и продолжаем прыгать по улице. Залетаем в сюжетный подвал и движемся дальше. Теперь нам в другое помещение, и мы презрим пароли. Секретное слово – снайперская винтовка. Выносит двери на раз-два. В подвале провернём скоп дэшинг ещё раз, и за текстурами теперь пути не видно, так что на проход укажет заряженный рывок. Цель задания – аккуратно днами, активируем её методом водопроводчика. И через текстуры дэшимся в метро. Залетаем на парковку, берём квестовый предмет, и в инвизе выходим из парковки, чтобы не нервировать охрану. Залетаем в банк, паркурим как абсолютно адекватный посетитель, и разбив стекло, так можно было, воруем ключ-карту. Заваливаемся в охраняемые помещения, включив инвиз, чтобы никого не потревожить. Но полоска стремительно сходит на нет, не беда. Открываем прокачку, качаем здоровье, и полоска снова до упора. Вводим знакомый код и выключаем охранный режим. Летим на выход, но прежде. На выходе нас встречает огнём, а мы отвечаем безразличием и мчимся дальше. Мы вообще на этот момент пока никого не убили. Совсем. Скипаем диалоги, смотрим кат-сцену, летим в альпы. Код-пароль, кат-сцена и сносим вентилятор, я его взламывал всегда. Сносим стекло, сносим дверь, сносим всё. Девиз наш взят у Халка. Мы Адам Смэшер, получается? Ну и конечно же. Господи боже, ну они когда-нибудь закончат с этими лифтами, по загрузке, постоянно вот так вот скрывать не стыдно. Ну ладно, не стыд, наверное, это какой-то, 2016 год что ли. Кат-сцена и снова Прага. И вот тут нас уже ждёт, дожидается урна Чехова, которую мы поставили несколько минут тому назад. А нужна она, чтобы скобу дэшинг. Но в момент телепортации нужно дотронуться до двери, чтобы триггернуть кат-сцену. Мы правда окажемся уже за дверью из-за трюка, поэтому игра немножко поломается, исчезнет интерфейс. Вваливаемся в наш любимый лифт и после первой же интеракции с компьютером интерфейс себе возвращаем. Паркур до шефа, скип диалога, опять лифт и прыгаем жопой в окно, снова чтобы не было анимации подтягивания. Ломаем дверь, ломаем окно, кат-сцена. И сразу после, время прокачки. Берём взлом турелей, пригодится позже, берём хп, восстановит энергию, берём киберруки, чтобы таскать тяжёлые предметы прямо сейчас. Это снова позволит провернуть скоуп дэшинг. За текстурами движемся по кишке, выход через рывок на лестницу. Ждём пока голубки наболтаются и отправляемся в метро. Дэш сейф лоуд, нам нужно попасть домой. Двери переоценены, поэтому мы снова ломимся в окно. То правда занавешаны непробиваемыми жалюзи, но триггер кат-сцены сквозь него задеть всё-таки можно. Метро, скип диалога, летим в Лондон. И нужен нам на финал всего один последний трюк. Снова скоуп дэшинг. Проваливаемся глубоко-глубоко, используем падение икаруса и вот мы уже в комнате с боссом. Но так как двери для слабаков, триггер самого босса мы пока не задели. Пользуемся моментом. Взламываем турели, ставим одну преамп по центру и бежим к тому самому триггеру босса. Кат-сцены и тут пулемётик со всей силы садит в босса не дожидаясь развязки. Ну вернее в невидимую фактическую модельку босса, пока видимая парадная моделька для кат-сцен спокойно продолжает диалог. И пока мы смотрим кино, турелька уже справилась с задачей, вы посмотрите какая довольная стоит. Чтобы не прерываться на какой-то там геймплей, кат-сцена абсолютно бесшовно переходит в другую, где Марченко уже остывает. Наше первое и оно же последнее убийство в игре. Время. 34 минуты 11 секунд установил великолепный Джелмери. На этом всё, надеюсь вам понравился этот спидран, уж лично мне да. Напоминаю, что всё благодаря выбору бустеров, и лично я благодарю. Увидимся в следующий раз, и у нас в планах там такой спидран! Впрочем, увидите сами. До встречи на СГ!